Сегодня в здании на улице Пролетарской на смену Валерию Сазыкину и поддерживающего его депутата городского совета Равкату Юсупову пришел председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Митин. Он решил отказаться от еды на три дня, но в дальнейшем тактику действий «Справедливоросы» намерены изменить. Голодовка моя будет крайняя. Ни одного больше члена партии «Справедливая Россия» мы не пустим в голодовку. Мы будем менять тактику. Мы заявим как минимум на полгода вперед, дадим заявку городские власти и будем проводить каждодневные митинги напротив прокуратуры, следственных органов, МВД, администрации области до тех пор, пока не добьемся справедливости. Подобного рода акции сегодня нередко считают эксперты. Только вот достижению цели они вряд ли способствуют. Такие попытки достучаться до власти политологи склонны считать политическим шантажом. Сегодня обратить внимание на проблему можно иным способом. Личные интересы, насколько я понимаю, совпали с политическими интересами. Но я не думаю, что это для депутата законодательного собрания, для доктора наук, для человека, который многие годы руководил людьми, является адекватным средством. Следует искать какие-то переговорные механизмы, которые ведут к какому-то результату, приемлемому для общества. Я ни в коем случае не поддерживаю такой способ. Более того, я считаю, что там действительно есть какое-то рациональное зерно в этих обвинениях. И мы все прекрасно понимаем, что любого главного врача сейчас возьми, хорошенько потряси, и пара эпизодов для уголовного дела найдется у каждого. В этом смысле никаких иллюзий по поводу того, что Сазыкин был святым человеком, у меня нет. Но то, что система явно в кризисе доверия, мне кажется, эта голодовка явно показала. Можно это по-разному оценивать. В определенном смысле это можно оценивать и как политический шантаж, в определенной степени давление на губернатора. А если с человеческой точки зрения, почему мы не рассматриваем такой момент, как точку отчаяния? То есть он прекрасно понимает, что он уже в точке невозврата, и все угрозы, которые над ним нависли, и все, что уже могло с ним произойти, оно уже произошло. И вот уголовное преследование, так сказать, это последняя точка, которая может поставить крест на его предыдущей прекрасной профессиональной жизни.